салют друзья меня часто спрашивают такой вопрос как я рисую подтеки чтобы они выглядели более менее адекватно и не выбивались по стилистике и смотрелись как что-то лишнее в эскизе в работе вот у меня есть такой эскиз он немножко грязненький давайте сейчас покажу примерно как я все это делаю и думаю большинство опросов упадет уверен что многие мастера делают по-другому я покажу способ именно которым пользуюсь я чтобы немножко придать такой более сочности своей работе если такой скетч фаталити давайте наверное мы сейчас с вами возьмем более контрастный цвет на скетче я скажу честно прорисовываю очень редко сами подтеки обычно я это делаю уже после того как я доработал эскиз уже отрисовал векторе его и уже непосредственно векторе я начинаю их дорисовывать вот основной момент чтобы это было все плавно и обязательно делаю так чтобы был обязательно плавный вход и обязательно плавно такой выход из-за этого штриха можно немножко вода растягивать таким вот образом веду немножко вниз и снизу такую небольшую капельку лесу тут важно найти баланс вот этой толщины капельки и толщины самого потеков в целом примерно мы должны посмотреть на нашу работу и посмотреть нормально ли или же нужно немножко добавить более какой-то толщины чтобы это не терялся у нас в работе и не выглядело просто какой-то небольшой вот такой вот письюшкой если мы сделаем и допустим такую в сами видите в целом это будет выглядеть уже не практически вообще никак вот поэтому ищем примерно толщину обязательно все наши потеки должны быть плюс-минус одинаковой толщины чтобы например у нас такой потек и комить вот такой вот это очень сильно тоже контраст к такой жесткий он тоже не есть хорошо сразу начинает немножко портить весь вид поэтому стараемся делать так чтобы у нас каждый потек был максимально такой в одной стилистике окей с этим мы разобрались если нам где-то не хватает точно мы всегда можем ее добавить и вот далее такой момент я стараюсь сам потек вот этот делать чуть более тонким процентов на 50 в отличие от всей толщины капельки тогда работа немножко выглядит получше я стараюсь никогда не делать вот так вот в ряд несколько потеков единственное что я делаю это вот такой вот небольшой потек который не образовался еще полноценно не перерос в такую капельку дело в такую небольшую деформацию в целом смотрится довольно прикольно вот таким вот образом как вариант можете добавить хоть небольшую капельку но обычно когда все это отрисовывается векторе то капельки обычная там лишние потеков обычно достаточно такой шучий момент капельки стараюсь сделать тоже не вот такие вот чтобы сейчас для примера понимали то есть у нас идет и вот такая вот петлюха я стараюсь делать их так вот сглаженные края чтобы она была максимально аккуратно и тогда она тоже будет выглядеть окей момент такой что полностью круглые мы тоже их не делаем немножко мы их все-таки растягиваем небольшой такой овальчик вот и края можно еще и ножку вот так вот скруглять потом это уже на автомате в целом таких кит сложности нет бывает еще я делаю вот такие вот небольшие так сказать склейку потеков вот тоже иногда смотрится прикольно как вариант где-то дополнить какой-то потек можно как уже сказал не делаю много потеков подряд считаю что это не очень хорошо и стараюсь их разбрасывать в количество которое не будет преувеличивать норму в целом во всей надписи поскольку если мы на каждой букве сделаем там попить потеков то тоже будет и не есть хорошо если мы делаем куда-то там типа сквизером работу когда там вся работа у нас потек это окей если мы делаем леттеринг то хотелось бы чтобы слово не терял сочетаемости поэтому в этом плане я стараюсь всегда находить какой-то баланс пытаться чтобы было все окей еще такой момент хотел сказать что обращайте внимание на то что при при векторизации например вот если мы будем делать потек это здесь и сделаем и водку то она будет вот такая вот то есть у нас уже будет очень сильно уходить в эту сторону поэтому на очень низких участках я стараюсь потеки не делать стараюсь их примерно делать на каком-то вот таком вот размере чтобы вот допустим вот так вот потек и вот так потек все окей поэтому очень низко тоже стараюсь не делать например на букве уай вот здесь вот тоже если сейчас сделаю то баланс вообще в целом я прям нарушится и все пойдет по одному месту поэтому если потек делать на букве уай то вот здесь вот тут окей поэтому такое небольшое полезное видео надеюсь вам понравилось пользуйтесь и поэтому такое небольшое полезное для вас видео пользуйтесь ну и перейдем к самому интересному я поставил перед собой задачу выкладывать по одному видео на протяжении 100 дней под каждым из которых я выберу по одному случайному комментарии и когда все видео будут опубликованы я устрою среди них очень вкусный и беспроигрышный розыгрыш обязательно подписывайтесь на youtube и и телеграм-канал там вы найдете еще больше полезностей qr-код на ваших экранах а также все ссылочки вы найдете в описании под видео до скорых встреч пока пока